Господи, многомилостей Творец наш, Господь неба и земли, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови наше собрание по Слову Твоему Святому, дару Господи, чтобы все, что вошло здесь, в нас никогда бы не исчезло, а притворилось в действие, в слова, которые бы могли прославить Тебя, Господи. Господа и Творца, нашими устами, нашими делами, помоги многомилостей, Господи, чтобы еще многие пришли к Тебе, и это препятствие расстояния, которое имеется между нами, верующими, здесь в нашей стране, в такой огромной, и вообще по всей земле сотворенной для жизни многих Тобой, Господи, чтобы не было камнем преткновения и соблазном для проникновения Слово Твое в людские души, и для спасения, и для спасительного, для спасительной жизни людей. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 посему будем опасаться чтобы когда еще остается обетование войти в покой его не оказался кто из нас опоздавшим толкование здесь возвращение к тому месту где говорится ныне когда услышите глаз его евреям 3.7 а далее по порядку убоимся чтобы и с нами не случилось тоже слово посему поставлено для возобновления речи прерванное длинным повторением то есть чтобы как-нибудь не лишиться совершенно возможности войти в этот обетованный покой смягчая и ослабляя свою речь он не сказал чтобы не опоздал но чтобы не оказался опоздавшим поскольку уже замечал не раньше не позже как у господа все вымерло только что перед занятием надежда васильевна подходит ко мне и так на ушко как-то помягчу дай мне время мы и есть спасение и он сейчас ну 70 уже 8 десяток человеку лет но 70 80 80 80 у него как занятия ему что-то надо вот прекратить нет ну и не тут сейчас слову богу ныне вот еще маленько еще маленько поплотнее а вот на двери со стола так как шеи это решить еще только тоже кашель бери пищу убери туда накаять туда доставки google да и все Еврея 4.2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем Но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное Верою слышавших Толкование И мы получили благовестие относительно будущих благ Как и те прообразовательно о земле обетованной Но оно будет совершенно бесполезно для нас Если мы так же не уверуем и не отложим всякое малодушие Подобно тому, как и тем Слушание не принесло пользы Сейчас напомню о тех 17 стих На кого же негодовал он сорок лет Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне Против кого же клялся, что не войдут в покой его Как ни против непокорных И так видим, что они не могли войти за неверие Тех приводит пример при Моисеи, который по мустыне И сегодня А мы сегодня скажем Ныне день спасения И то, что среди нас все верующие Это со стопроцентностью не скажешь Что все будут там Что все будут там И еще из уверовавших Многие некоторые потерпели кораблекрушение веры Но оно будет совершенно бесполезно для нас То есть слово слышно Если мы так же не уверуем и не отложим всякое малодушие Подобно тому, как и тем Слушание не принесло пользы Обрати внимание на то, что по отношению к нам Назвал дело благовестием То есть обещанием будущих благ И притом таких, которые даются в награду за победу Так по отношению к тем Он назвал словом слышанным То есть не соединенных через веру И не согласившихся с теми, кто слышал Напротив, удалившихся от них Слышавшими называет здесь тех, кто уверовал Ибо они действительно могут назваться слышавшими Святой Иоанн Златоуст под несмешавшимися Разумел сторонников халевы Иисуса Новина Ибо они не приняли участие в восстании Не смешались, не возмутились И не погибли вместе с прочими восставшими У которых все было У которых у всех было одно мнение С кем же это? С теми, которые слышали И не получили никакой пользы Так сказал этот святой По великой и глубокой своей мудрости Мне же недостойному Не дал уразуметь В каком смысле сказал это Вопросы? Я хотел бы, чтобы Володя Пащенко Озвучил, что сейчас говорил Там про Сусои, чтобы знали О чем молиться Скажи немножко себе Вчера вечером я посмотрел один ролик в интернете Там дочери Даниила Сусоева Известного священномученика Которого якобы убили Мусульмане Когда он умер Я не знаю через какое время Это его матушка Юля Зовут ее Она сошлась с другим мужчиной А раз у нее трое детей Видимо он решил их воспитать А они уже взрослые Там две девчонки Еще кто-то третий Не знаю Начал их наказывать Они в отместку на это Раз он их стал наказывать Нажаловались, подали в милицию На его заявление вроде как Что он к ним приставал Сексуальными отношениями И вроде там Даже просил Чтоб они его хрестали по спине хлыстом Там вроде такой Изуверован Все, его сразу закрыли Это в 2017 году было Этот ролик по крайней мере я увидел И она стоит там плачет Одна из девчонок Это дочь Даниила Сусоева И призналась, что мы его оклеветали Солгали просто То, что он нас наказывал Мы решили его проучить Таким образом Его на год закрыли И обратно Сейчас не выпускают Потому что, говорит, уже Давнешнее дело Вроде они могли Под воздействием кого-то Эти показания сменить Эти девчонки И уже не верят Адвокат говорит Все сложно очень Но это было в 2017 Я сейчас на данный момент Не знаю, как это Чем закончилось Вот так вот Для молитвы Как и началось здесь Чтоб молились за них Ну как так Взрослый мужчина Вот так вот думаешь Ты знаешь Это все Наказали Эти козлову В Америке В севере, кажется Ребятишек Ребенку две недели Последнему забрали Всех То, что Она волосы обрезала Девчонка То отец наказал Но они там Только бряхнули По телефону Приехали Все Сколько я сейчас Не знаю По семь дали Сидели В Украине В это время Наступило такое Чтобы развращать детей Ну и даже В эту систему Как-то надо Пока есть возможность Списаться Вот у меня Я могу об этом говорить Потому что У меня чужие дети были Не свои И я наказывал И в этом уставе Записан Наказываю Так они Как тут Комиссия Ну представь 18 комиссий Краевого масштаба Было 18 За два не полных месяца Летом И еще Скончилось Но Бог заранее Сделал так Что у меня В близких отношениях Прокурор Края был Очень близкий А прокурор Края Это Единица Генерал-лейтенант Параскуд Юрий Федорович Хорошее отношение С председателем Краевого суда Пашков Виктор Иванович Генерал-майор Вот А отдел юстиции Тоже генерал-лейтенант Проценко Николай То есть у меня С мэром города Хорошее отношение И когда там возбегли И хорошее отношение С прокуратурой Мама сказала И он с прокурором Он приезжал Вот как-то Все так Бог сделал Заранее И когда уже Одна была Дала Ребенок был И мальчик Девочка-то такая Нехорошая была Воровала И воровала деньги А жила Она в одном Это Сейчас у нас Это Моторка На курьих ножках Это Келья А Наташа Приходька там была И клала при ней деньги А Наташа Придет Пересчитает А потом Она спросила А почему-то У меня не своровала А потому что Я видел Что ты их пересчитываешь Пересчитываешь Девчонка какая Ну и Наказал я ее Ясно дело Там Как наказал Тут уже другое дело Как Ну а мать-то А мать говорит Там пьющая была И она что-то там Требовать стала Там Мы ее не выполнили Она тогда Прокуратуру Написала обращение А прокуратуру Заявление Надо разбираться Доклана Жабина Елена Помпрокурора Мамского района После того Как кончено Она только спросила Майора Сына возьмете В лагерь И Вот это Для слова Божия нет Там ее Отчет идет И говорит Дети А приехали как Медицинский Кандидат Медицинских Наук Врач Осматривали детей В отдельной комнате Какие побои Какие нанесены Там один Илюша был Вас Бьет здесь Он говорит Никто не бьет Наказывают Ребенок Разве еще и делает Бьет и наказывают Ни один ребенок Не показал ничего Вот это тоже Работа была С детьми Я их наказывал Да наказываю Такая крапива Сеткой Больно Они говорят Да мы выйдем И смеемся Ну правильно И раз я матерился Говорят А что со мной Делать А этот ребенок Пинал Пинал Там это Дверь Я говорю А почему ты делал Дурю маялся Он так и отвечает Ну раз Дурю маялся А фамилия Полковников Ну надо знать Как подойти Нам идти Батюшке Фильм смотреть А я не могу Не может Брать Я не могу Так палатку Приношу Два на два Военную Ложись На палатку Его До 4 конца Мы его с собой Тащим Он до половины Тащил Нет Я уже не болею То есть Как подойти Она ворала Девчонка Я написал Я воровка И там Где это Много коры Она на куче Должна была сидеть И держать перед собой Я воровка Понимаешь как То есть Они ни с какой стороны Не могли заехать Всех обследовали Нет ни ребенка А они не могут Через это Перешагнуть Приехал даже Он полковник Я не знаю Змеевский Или как Зам Прокурора Края Я его в лагерь Не пустил Он через Ограду Разговаривал А я приехал Прокурор Пришел Края Я говорю Наверное Обижался Нет Говорит Ему понравилось Такие строгие Меня даже Не запустили В лагерь Представь себе Краевую прокуратуру Не запустили И мне это все Плюс было Почему Все мы молились Молились И соразмеряли Я ребенка наказываю А он другим Рассказывает Говорит А вы там Если даже молились Дядя сказал С люнями Так покажи Что ты плакал А я по голеничке Хлопну сеткой Вот они сидят Скажи Наказывал тебя Тарасик Наказывал За дело Они стояли В черемуху Взяли Железки Куру Сбивали В черемуху А я им тогда дал На клен Идите Вот там На клен И там и бейте Клен все равно Пилить надо Наказание Так Леонид Тебя наказывали Наказывала Тебя нет Меня нет Еще А ты Агния Не наказывали Еще пока То есть она еще Думает Но это у нас не была Поплохие А Левию Наказывал Нет Нет Так У меня тут Агния Это Леонид Агния Так Тебя наказывал Нет Ну понимаешь Так Простя Тебя наказывал Наказывал За что За дело Или нет Хитрое А За дело Что она говорит За дело Может не говорит За что Вон Главное Спрятался шнырь Так Так Тебя наказывал Ну представь Раскомолупали Мешки с сахаром И оттуда Сахар таскали Я им наказал Как По полному стакану Выдать сахар И чтобы съели Я Пока не сидите Еще больше не будет Это ты сладкая Юлия Интересно Я только не был А не ты Нет Это не он Я тогда еще не было Влад Я был Но это не я Не он это был Ну было это Но не он А компот таскали Прокопали В мешке Дырочки Он в тот же сезон Он маленький был А ты Ну давно было Ну понимаешь Наказание-то какое Я клина у клина Выбивал Ведро съесть сухофрук Я не все так и показали Они еще Без мочения А врач осматривается Они смеются Стоять Дети чувствуют себя прекрасно Это не юридический язык И когда люди смотрят А то что прокуратура Такой отзыв дает Да Все Войду в отсутствие Состава преступления И той женщины заявление Ушло никуда А вот этот мужчина Чужие дети Наказывают Да что ж никто не подсказал Они сразу сговорились А теперь он уже Они уже Их видимо там С ними работают И они Что не было Мы оклеветали А вытащить уже нельзя Это очень трудно Ну возьми Щикатило пока поймали А двоих уже расстреляли За Щикатило Двоих уже расстреляли И четыре сидели Шесть человек Четыре сидели Двоих расстреляли Двоих расстреляли А Щикатило так продолжал убивать Андрей Щикатило Вот какое дело-то Поэтому в судах Много неправды было Вот раньше было такое Судья вынес приговор Смертный Он должен сам расстрелять его Вот тут они боялись тогда До конца доводи А ты что приговорил А тот стреляет Он же не знает виновен Не виновен пулька Так что этот человек Сергей Он попал Нехорошее дело И если вы запомните Рядом с Глебом Поставьте его Грозовским Молиться за него Ему тяжело Тяжело Ну и Ты человек тоже От тюрьмы до отцумы Не зарекайся Ты не знаешь где будешь Я отвешиваюсь во все Вот в прошлый раз Вот с этой санпиской Говорил Ты сняла с себя баллон Тебе не хуже стало? Баллоневая там такая Курка Она в ней стоит Они сейчас не баллоневые Игнатины Полистироловые Ну воздух не пропускают Мне-то разница Конечно Ну ладно Они об этом Тебе не хуже стало? Я просто теплее оделась Больше кофт стала одевать Теплее одеваться стала Ты теплее одеваешься? Я вас берегу В общем дело-то Ну пошли дальше Сергей Будем молиться на Сергея Чтобы Господь помог ему Выдержать все это дело Чужих детей наказывать Это накладно А я чужих наказывал И не один год А 45 лет их Иного дрался Такой силой Вот приехала мать Никто ее не звал Как-то фамилия такая Черри-Черри Там что-то такое Приехали Как будто бы Вот вышли из дома Перешагнули Неоткуда от отца Геннадия Там Иди сесть Мать Кажется Два сына И две дочери Пять человек Ни копейки нету Ни одежды Все Бери Ну и На работу ко мне пришел Я говорю Куришь он нет Я говорю Положи сюда На стол Наказывать не буду Так нет ничего Заходи мама Мама слушай Оп Кажется Вот один славик был А второй там Как-то его звать Что-то такое тоже Ты скажи Куришь или нет Мама Я не курю Ну курил Папиросы в руки брал При матери Мама Я не брал Так мама Ты согласна Если я у него сейчас найду И буду дырать И дырать Ручками сетки А в другой комнате Там ночевали солдаты Они уйдут А сиденья лежат Длинное сиденье на полу Я говорю так Развайся Он развался А мразы носки Папиросы А он главный говорит Мама Как он денег Я тебя сразу нашел Да Ты наверное где-то был Что-то знает Ложись Закажу папиросы Тебе горячие Я его в половину Ты когда драл Он подожди Я в туалет сбегаю У него разжижилось Там видно Так я его драл Не знаю как Здоровый Крепкий парень Спортивный такой Так сколько благодарности Еще сейчас шлюсь А уж сколько лет прошло А мать ушла в монахини Вот какое дело Это надо знать Кого тронуть Как Родители у меня Все расписались Бумага Что они дают Согласие наказать Вот и все Мать она пишет Я с ним справиться Не могу Я поэтому В лагере Это отдала Лишь бы только Он у меня Сыном Был настоящим А не бродягой Я его наказывал Мать говорит Ничего не могу сделать Ничего Абсолютно Не слушаю Это и правда Только пришла Как стегану Тут клумба Справа Где береза Это у нас Там где качели Качели-то видят А тут ворот Он не видит Он на клумбу Через ограду Перепрыгнул И что так и не делают А городки играют Он городки Эти палки собрал В туалет бросил В один день Он у меня нарушение Сделал Там я не знаю Сколько Ну тогда Мы начали учить Видите Я его взял Подмышкой Вот так держать А мать Без родителей Я наказывал А тут говорю Сиди Смотри Она психолог Барнаульский Он вот так его держит Подмышкой Он орет Клянусь Сердцем матери Не буду Сердцем матери Ну я его Поручил За сердцем матери На веревочку Так Я лежал в больнице После этого Так она Пришла туда Поблагодарить меня Я третий раз Замуж вышла Говорит Я наверное Его с пятого Там отожали И выброшу в окно А теперь все С матерью За руку взялись Пошли Вот эти ребята Просился сегодня Который Там Малюте Тоже попадало Меня Бог хранил 45 лет Наказывал Чужих детей А было В среднем 189 за лето Очень полный Лагерь был Вот как Бог делает Мы приезжали Наконец в ФСБ Приехали Тогда КГБ Было Но ничего не подтверждается Ну уберите из устава Нет Это страх нагоняет их Они уже знают Родители же списались Умоляли Ну уберите из устава Что наказывать Нельзя наказывать Нельзя наказывать А Соломон говорит Чаще наказывать Я кого должен слушать Соломон мудрый был У него не 10 классов С ошибками Ну и все Ну как этот Яша У меня Кружку-то плащет Приехала мать С Пашей Я говорю Ты пили Он с бабой Меня нет Он как рванул И в лесок Тут рядом где-то Я его сразу Задогнал Там Снимай штаны Проверил Что у него там есть Он начал пилить Он маленькая подяня Это же он опять Я опять поймал Второй раз наказываешь А я убегать не буду Больше меня бить не будет Я говорю нет Больше ни разу На вокзале везде Оторвался от бабки Не могу найти Поехал домой На шаг не отходит Парню то уже 8 лет И не могли научить его Куда же бежать Когда толпа Тебе на органы Размонтируют Дурень такой А вырос еще такой Байбачок Я хотел Хотел что заметить Вот Вот эту юргенальную юстицию Придумали Детей не наказывать Не трогать Ничего А вот сейчас У нас Очень любят Пропагандировать Армию Везде показывают Где только можно Все армию Как в армии Хорошо живется И впрямую Показывают Как они рукопашным Боем занимаются И рукопашный бой Его сначала учат Как правильно Руками ногами бить Потом имитации Всякие идут Как бы Ну спарринг Называется Два партнера Но они не по настоящему А потом обязательно Им такие маски одевают Такие перчаточки небольшие Они должны друг друга Молотить По полной программе И он идет У него все расхвашено Он довольный Радостный Такой А у меня попало Сюда Сюда Я что-то не могу Ничего понять Вот это Значит как в армию Для господ Которых охраняем Мы там Значит давайте Детей наших Молотить друг друга И так далее А если Ты сам должен Его воспитать Чтобы он был Нормальным человеком Вырос Это значит нельзя Что это такое Откуда взялось Это все Юно-армии эти Какие-то Напридумывали Без наказания Я слышал Один сделал отчет Мы когда приезжали В Советский Союз То у Брежнева Особый Ну как сказать Коронный номер был Заводили где-то в зал И выводили людей Приговоренных к смерти Смертники Но им давали Учили Гладиаторскому бою С настоящими мечами Выводили Остались на победитель Свобода И они Хрест-стались А эти Приезжали Там еще Ушеску Там сидели Отвальды Они сидели И смотрели И заканчивались До смерти Одного Вот так и так Ты к смерти Умрешь А так Получаешь свободу Как гладиатор Настоящий Это говорит На самом высоком уровне Это прям В журнале писали Я не утверждаю Может Может они Групповое Дрались Да нет Я лично верю Почему бы нет Это же коммунисты И ничего Жалко людей Ну это Душесчипательно Было Да Это так Давай Евреям 4.3 А входят в покой Мы уверовавшие Так как Он сказал Я поклялся В гневе моем Что они Не войдут В покой мой Хотя дела Его были Совершены Еще в начале Мира Толкование Откуда видно Что войдем В покой Мы которые Уверовали Из того Что сказал Бог Что неуверовавшие Не войдут Это становится Понятным Из противопоставления Как для Неуверовавших Возмездием За их Неверие Служило то Что они Не вошли В покой Так Напротив Мы Уверовавшие Получим Награду За свою веру То Что войдем Логично Идем дальше Ну вот это Хотел вопрос задать А наша вера И вера евреев Они схожи были Вот те которых Они видели Как Господь Перевел Черное море Как фараона Там потопил И так далее А потом начали Роптать Про них идет разговор И они начали Роптать И написано Вера их была слаба А наша вера Она не такая Вера разная Какая то Она была Наша И вот та Которая Во Христа Легче веровать Чем в Бога Иегову Или нет Я чуть понять не могу Мы Христа Вообще не видели А евреи Прям видели Все это В прямую И они то Почему не верующие Никак вот Не входят В меня О чем говорится Как можно вообще Тут сравнивать веры Я бы Христа видел Так я бы Ого У меня там Я в гробовой доске Я бы сейчас Да я сам Господа видел Вот там вот На той Что вы там Вот там где Барнаул написано На той горе Вот там он Проповедовал Я там был Сказал бы Но так не было никого Когда видят То это наоборот Какая вера Когда все было Ну да Только единственное Что Бога не видели Они Но то что случилось То видели Моисей Это они знали А Господь Иисус Он в образе человека Все равно Не понять Бог он или нет Конечно слова Великие Но Многие не поймут Что наговорил Никто ничего не понял Да что Понятно А что Вера Она есть Она как говорится Она и в Африке Вера Неплохо Либо она есть Либо ее нет Либо она мало Верия Там при виде чудес А что Христос Так Но у нас Понимаешь Написано Нам В наставление Понимаешь У них не было Ветхого завета Мы то читаем Ветхий завет Понимаешь Как-то нам Ветхом завете Праведниках Или сегодняшний Праведниках Какая вера Ну я вот Об этом Хочу спросить Ну вот и Рассуждаем Рассуждать даже не надо Наша вера Тысячекратно больше Чем у них Потому что Они приносили Ирденка Они видели кровь А это все Был только образ А мы видим Что берет хлеб И верим Что в это время Тут тело Даже сравнения Никакого нет Кровь Ирденка Проливалась Они видели кровь Собирали Там приносили Крапили А у нас Вино Бескровные жертвы И мы верим Верим Что это кровь Христова Сравни Дальше О суде страшном Что у нас известно Они еще этого не знают Они шелом только знали Где-то А у нас Есть такое написано Павел говорит Глаз не видел Ухо не слышал А они там Ничего этого не знали Явились мертвые Явились в ограде Святому Показали себя Они ничего Это нет Одного там видели Вера наша Если так Вода В воду пошла Чтобы проказа слезла А мы верим Что невидимые грехи Омываются в крещении Крестись Омой грехи твои Омой А у них этого не было понятия А кто ты такой человек Кто может прощать грехи Кроме Бога одного Мы верим Что Он ест Бог Они не верили Мы верим Что Святая Троица Три в одном Три лица в одном Единый Бог В то же время Раздельно Не слиянно А они это Ничего не знали Не верили Так Не отвлекайся На горе Мы все время Моящили У Мартина Два Черных Этиопа Бакриция Научали Против епископа Ити Никогда не смотри Опусти глаза Искушение Знаешь О чем рассказал У Святого Мартина Был дьякон Бакрици Он все время Ему противоречил Епископу Вот епископ сидит Вышел на солнышке Погреться Он подошел Еще Другому бы отдал Давно На тебя уже Сколько тут Ты Ну он молчит Потом говорит Знаешь Что Бакриция Я вот вижу Ты дьяконом Не будешь Долго Тебя в епископы Изберут И у тебя Будет точно Такой же Бакриция Против тебя Тебе тяжело Будет А сейчас Ты почему На меня нападаешь А он посмотри На холме Двое стоят Черные пепы Они машут ему А он поглухонемому Ты понимаешь А они говорят А вот теперь Он говорит А теперь показывает Ему рога на строй Он все это понимает Он поглухонемому Хорошо разговаривал Эти демоны Вот такое Если бы мы увидели Кто там за спиной Заставляет тебя Пахать И говорить Скажите У нас молятся Вы в другие храмы ходили Вы где-нибудь там Видели Хоть один раз Рогатого Не видели А где видеть А когда причащаются Их там много Возле причастия А где это известно 19 января Житие святого Макария Александрийского Люди причащаются А он видит Как черные пепы Берут уголь И в рот толкают Вместо причастия А причастия даже Мимо рта В алтарь относятся Да как так У нас же литургия Ну вот я бы Про литургию рассказываю И при том Значит Не один раз Когда он увидел Как Антоний идет Вот с этими Макария Там Дьявол идет А куда ты идешь Говорит В храм А разве ты бываешь На литургии Говорит Ни одного Сложения Без нас И он идет На кого Бросит Цветок Человек заснул Или как По глазам провел Он ищет Благовидную причину Пойти Куда-то Выйти из храма Лепесточки бросают Выходит И сразу показывают Вот так вот Показывает Дескать Я пошел туда Все Это видимо Это открыто было У нас вера-то какая Мы в это верим А В этим ничего не верили Не знали Когда он даже сказал Да я видел Как дух лжи Вошел в устав Он как Сидеки Сымхенана Ударил По щеке Михея Это по какой дороге То есть никто В это не верил А мы верим Мы верим Заседает Государственная дума Там Или Рада какая-то И там Эти демоны Демоны И сам сатана Пищать сатаны Заканчивается книга И говорит Я вижу член правительства Идет Рядом Говорит Или в обнимку С Лусио То есть Лусио Римонесс Это дьявол в этом образе Как Валант идет И шли вместе в парламент Все А мы в это верим Когда человек начинает гневаться Ты не на него в ответ гневаешь А на того кто Мы все время Тут у нас потеряем И смута Молимся об изгнании Злого, духа, лжи, клеветы Из одного человека Особенно Он не понимает Он выполняет эту роль Значит Жил в грехе Знался с ведьмами И подвесили тебе эту гадость Я вот сегодня только думал Вот говорят Экзорцизм Что за слово Знание бесов Экзорцизм И так прилепилось Верующие говорят И вот был отец Василий Новиков Видели как он там И они кричат Она лежит Баба дергается Я знаю Это дьявола 666 Это дьявола Он сам дьявол А люди стоят И учатся А он там крапит Там крест Все бьет Ничего толку нет Да он рисковал не этим Что бесы в него войдут Вот считаешь Когда Америки Ну Было такое Бес выходит А куда выйти Он так стоит перед ним Святой Рот растыл Лез в меня Он как ошпаренный Выскочил убежать Демон-то Лез в меня Господи помилуй Я сказал просто так И то страшно Николай Александрович Друг Матавилов Сказал Серафимов Вот я бы боролся с дьяволом Я бы присчастник Я бы Мюссон Ваше боголюбие Что ты сказал А не страшно И сильно Он одним когтем Может земной шар перевернуть Ну и все И пишет там Когда он сидел Воспоминаниях После смерти И в окно Фортышку Как змея Ползает в туман И прямо к нему В рот И весь заполз А дальше Что было Так? А у нас вера в это И эти евреи По какой-то дороге ушел То есть они не верят в это Он говорит Я видел Вошел Дух лжи Он сразу же ударил его по щеке Михея Сына Емлая У нас вера Несравненно выше Потом поплатился за это Так они верят Так и еврейский избран народ А мы верим Нет и елены И иудея А они не могли до этого дойти И Павел непрерывно им Писал Говорил об этом Нет Евреям небо Почему он пошел Когда в карнире Шестерых взял Свидетелей Надо два-три свидетелей А он шесть взял Апостол Петр И когда стали обвинять Говорят Ну у меня свидетель Дух Святой сошел Я не мог препятствовать им Они посидели Потом успокоились Ну наверное Наверное И язычникам Бог открыл То есть все еще не верят Уже воскресение Христа Уже проповедь идет А они на своем И Павел говорит Когда шли апостола Проповедовали И не проповедовали Никому кроме евреев И поэтому Вот как заходит Евгений И у них ни одного Не было такого Не считая апостолов Да и апостол До самой Распятия Христа Уже идут в Амаусы А мы думали Думали Он тот самый То есть Который теперь Римская игос бросит Страна наберет Крепость Ну и прочее Я сегодня Развышал об этом Царь был Священники были Патриарх был Адриан Только умирает Адриан Кого изберем Кого изберем Да между собой конечно Вот этого избрать Этого Петр Первый собрал их Так слушайте Попы Длиннобородие Внимательно слушайте Патриарха не будет Я вас буду сам Исповедовать Так Избирай Называем Священный Сенот Как совсем Петр Это не будет Не будет На 200 лет Засохло На 200 лет Все Поправились До патриарха Тихона не было Так Ну надо ударить Колокола Так Колокола снять Перелить на пушки И ударить Девушка Теперь я из пушек Буду бить по вас И он начал Устроить Так Я тоже устраиваю Все пьяниши Сенот Организовал Там И всех Незя какие Чтобы были И теперь патриарха Избирает Одного самого Мерзкого На свинью Садят Лисом К хвосту И это все На торжище Какая нравится Девку в другую Комнату Это Петр Первый Все Пьяниши Сенот То есть Высмеивал И все Молчали А может быть Нашелся Колочев Метрополит Нет Не нашлось При Иване Грозном Вадим Нашелся Здесь Одного Итак Слушайте Попаю Внимательно К вам На исповедь Люди Идут Идут Меня не касается Кто с кем Спал Тут Мне ваше Постельное Белье Не надо Проверять Но если Кто скажет Что он имел Замысел Против Государственного Настроя Императора Вы обязаны На утро Докладную Дать И доверие К священникам Вышибли Люди Перестали Исповедоваться Ну где Это написано Мы Считаем Это Кислякова Спиридона Вот Там Много Об этом Написано Он говорит Я сказал На исповеди Утром А я арестовали Дали 20 лет Я сам не знаю Я сказал Был у них Когда-то Ну как Свидетелей Сторожей башни Ну я уже ушел Я нет На исповеди Взял Сказал Его сразу Арестовали И Я ничего не делал Я Я не участвовал Нигде Ну просто Я был близкий К ним А потом Отошел Не имеет значения Ты оскверненный Ссылку Это царь-батюшка Уже Его законы Сколько Один пишет Кажется Милюкоп Я говорил Говорит Не трожьте Еврея Не делайте Это Где они могут Только находиться Ограничение Территории И прочее Не дай бог Революция Если будет Они все Потянутся Революцией Так и все Случилось Зона оседлости Дозовалась Зона оседлости Да Зона оседлости Вот как Да И все потеряно было Образование Больше не надо Этого Только если Примут православие Евреи Ну Они примут Православие Но внутри Он остался Тоже самый У Лескова Очень хорошо Написано Кулакология Это Коллегия И архиерейский Суд Тоже Когда маленького Десяти летнего Забрызли Солдаты Евреям 4-5 стихи Ибо Негде Сказано О седьмом Дне Так И почил Бог День седьмой От всех Дел Своих И еще Здесь Не войдут В покой Мой Казалось бы Это Речь Несообразна Но на самом Деле Не так Она говорит О том Что не может Кто-нибудь Сказать Что Давид Говорит О покое Субботний Ибо Как говорит О нем Когда он Был давно И когда Мир С самого Начала Получил Устроение Ясно Что Давид Говорит О каком-то Другом Покое Этот Покой Относится К будущему Так как Очевидно Должны Кто-нибудь Войти После этого И подобно Тому Как Суббота В писании Называется Покоем И ничто Не препятствовало Чтобы после Этого Покоем Было названо Вступление В обетованную Землю Так и Теперь Ничто Не препятствует Чтобы после Этого Древнего Покоя Был назван И будущий Разумеют Царство Небесное В которое Не войдут Неуверовавшие Дальше Евреям 4 глава 6 8 стих Итак Как Некоторым Остается Войти В него А те Которым Прежде Возвещено Не вошли В него За непокорность То еще Определяет Некоторый День Ныне Говоря Через Давида После Столь Долгого Времени Как Выше Сказано Ныне Когда Услышите Глаз Его Не ожесточите Сердец Ваших Ибо Если бы Иисус Новин Доставил Им Покой То Не было Бы Сказано После Того О другом Дне Толкование Всем Этим Старается Показать Что Иисус Новин Не мог Ввести В этот Покой О котором Речь И у Давида И у нас Теперь Так как Новин Не ввел А Давид После Столь Долгого Времени Снова Говорит Не ожесточите Сердец Ваших Подобно Отцам Которые Следствие Неверия Не вошли И дает Нам Основание От противного Заключать Что мы Войдем Если Уверуем Очевидно Что это Покой Будущий И он Ожидает Нас Ибо Не О Палестине Без Сомнения Говорил Давид Они Тогда Владели Уже Ею Так же И не о Седьмом Дне Речи Он Был От Сотворения Мира Следовательно Существует Некоторый Третий Покой Царство Небесное Который Вводит Истинный Иисус И вера Него Про Субботу Про Субботу Вопросы Задают Иногда И там Баптисты Против Свидетелей Свидетелей Львов Субботу Исполняют А Дветесты Седьмого Дня Доказательства А Бог Отменил Это Как Отменил Он Говорит Я Пришел Не нарушить А исполнить И доказывает А доказательства Совершенно Не по делу Почему Они не доказывают Как и должно быть А как должно быть Ну по писанию Суббота Написано Вечное И по западу Не убей Вот Слово одно Не убей А ты все думаешь И считай Не ты Не раб Не раб Не осел Длинное Самое длинное Описание заповеди Она важная Да важная А важнее Что-нибудь было Теоретически Нет А практически Да Суббота Касалась Вообще А обрезание Казалось Частного лица И в какой день Родить Женщине Нельзя было Приказать Она его Родила Суббота А теперь Попадает на воскресенье Через неделю А раз обрезано А раз обрезано Обрезание Это идет Там это Сказать Посвящение Какое Значит Нужно было Дрова Нужно было Воду носить И они нарушали Но не были виновны То есть Суббота Оказалась Ниже Требования Обрезать Ребенка Обрезание Вот и все Но отсюда Делать тогда Вывод Что суббота Она тоже Была в образе В каком Она указала На покой На какой Вечный покой Поэтому Суббота Вся Уговорила О воскресенье Покой Мы получили Воскресенье Когда Господь Вышел Из преисподней И кончил Проповедовать И вот Адвентистам Когда давал Ни одного Сопротивления Нет То есть Они Ну Желают Кого-то Люди Обрести А доводы Дают Нет Вот сейчас Нападал На меня С потеряной Там один Написал Скажется Восемь раз Писание И ни разу Кресту Он просто берет Он лишен Благодати Достаточно Одной Один стих Взять Чтобы Уже Поставить Все на место Надях На меня Вышел Один А как Вы относитесь К родноверам Одноязычникам Я говорю Да как Библия Так и я А как Она Ну она Говорит 13 И 52 Псалом Он тоже Не знает А как Это Сказал Безумие Сердце Своем Нет Бога Он Сказать Побоялся Его Убьют Сразу Внутри Сказал Я не верю Что Есть Божий Суд Как Птушенко Написал Есть Божий Суд Опять Гремела Волга Есть Божий Суд Надо Научиться Все Время Себя На Стороже Держать Хорошая Мысль Правильно Сказал А По Писанию Неправильно А К чему Теперь Надо Склониться Что Писание Авторитета Библии Нет Никакого Ну Это Все Блукание Идет Все Один пишет А я работать Не хочу Там Ну Еще Ну А как избавиться Очень даже Просто К казакам Поехали Скажи Я не хочу Работать Или Сторог Без Одного Растянут Тебя Привяжут Как следует Промощут Тебя Сталеной Водой Спину Там Ниже Спины Ну А потом Тебя Они начнут Проглаживать И Есть Не будут Давать У меня За стол За стол Сели Лиша Обеда Он Должен Стоять Напротив И Смотреть А В это Время Мы Какой Сегодня Плов Сделали Сколько Масла Здесь Такой Вкус Пирожками А Он Работать Хочу Есть Хочет Работать Работать Хочу А дальше Вы знаете Как выбор Или горячий Или Если Он Согласен Горящее Принять Тут Я Всегда Одинаково За Храбрость Садись Ешь Ни Горящий Тебе Ничего Горящий Суп Ешь Ну Маленько Это Где-то Юмор Какой-то Вот Елку Золотом Вот Если Я думаю Был Рядом Где-то Вот Там Где Стучилось Неладно С этим С Грозовским Тебя Обязательно Ему Сказал Обязательно Ты Молодой Человек Выглядишь Как Прилично И Спортивно Зачем Тебе Там Где-то Аня У тебя Есть Старшая Матери Ну Пусть Смотрят Не езди Туда Поехал В ночное Время Понимаешь Ну Прямо Сами Подкалывайте Себя Зачем Это Нужно Так Ты У меня В лагере Была Падала В воду Упала В воду Что она Там Делала Я не знаю Упала В воду Вы Все Уехали На Пропоте Агенгу Кому Она Сказала А матери Передали Ну Теперь До моряки Капец Мне А Мать Где Она Это Слово Подхватила Было Не помню Она Даже Не помнит Как Все Было Я Сказал Маленькая Была Че Сем Лет Было Интересно Важно Отец Отписывает Как Бережал Когда Еще Парнем Был Если Юмора Нет Не Бери За Это Дело Нужно Разрулить Эту Ситуацию Вот Они Были Все Живы Здоровы Сейчас Вспоминают Добро Возьми Марина Коим Чуде Дети Ее Там Были Если Что Осталось Воспоминания О России В Греции Щепет Это Только Лагерь А Все Остальное Вот И Весь Сказ Мы Оставили Пример 45 лет Был Начальником Лагеря Сколько Было Против Уголовных Дел Воздвигнуто Ни Одно До Конца Не Было Нет Прекращено Ввиду Отсутствие Состава Преступления Поэтому Люди Часто Попадают И То Что Не Хотят Заранее Обдумать Знал Не Упасть Говорят Соломки Постелил Возвращаются Ребятишки Хулиганисты Я их наказывал Нечаев Саша Был Бабушка Его А родители У кого-то Из них Оба Сидят За убийством Отец И Мать Заказали На местной ГТРК Песнопение Лично Для меня Начальник Детского Лагеря Поощрение Такое Если Было Плохо Еще Мать Заплатила Что Они Украли Деньги Третьякова Обокрали Деньги И Ударились В обратном Направлении В Порщино И там В магазине Чуть не Весь Табак Закупили Блоки Эти Папирос Жвачку Конфетки У меня одна Девчонка Была Ну Вредная Вредная Ей характеристику Дали Отец Чуть не Убил Говорит По Получке Деньги Где-то И она Нашла И пошла Она Купила Помады Там Всего Всю Блоки Ну Вреднющая Такая Была Кем Она Выросла Не знаю Другая Тоже Тебе Отказано В лагерь Не прижать А я Все равно Приеду Да Как же Ты Приедешь Я же Не Приму А я Никуда Не Уйду Буду Я Выгонял Вот Где у меня Людмила Степановна Твою Вот Женю Я Выгонял Из лагеря Толстенко Выгонял Вот Это У меня Там Он Был Здоровые Крепкие Ребята Как Воробьев Малышей Давят Он Благовестия Благодарил Мужчину Ну да Он Не обижается На меня А Помнит Помнит А что Я должен был Делать Ну да Дисциплина У нас Какая Была Легли Спать Не шепотом Не имеют Права Девочки Пальцем Прикоснуться Какое Сокровище Она Чтоб Язык Не высунула Защитник Растет Будущая Судья Может Священник Вот Как Воспитывали Мы Мы Показали А были Такие Лагеря Тут Другие Лагеря Которые Были Да Если Я так Буду Делать Меня Посадят Сразу Не Садят На Распут Пустили Это Все Бог Как Григорий Ефимович Говорил А Бог Да Сидят Мои Знакомые Грозов Страшное Дело Не знаю Как Подставиться Ну Это У нас Случай Был У меня В моей Жизни Я На Колыму Приехал И там Священник Был У нас В Ягодном И Его Тоже Посадили По Тоже Постать Долго Там Урыжили Правда И Дали Всего Два С Половиной Года Ну Ни 14 Ну Да Почему Там Тоже Но Там У него Были не девочки А Как будто Совращение Малолетних Ему дали У него Были Пономарьки Пацаны Эти Лет 12 13 И Как-то Этих Пацанов Тоже Заставили Сказать А потом Уже И всего Вот Какой Поп А он В наколках Весь Ну Видать Сидевший Тоже Парень Тоже Это Против Его Да Это Против Него Конечно Подействовало Но Он Отсидел Все Время Но Когда Выпустили То Ну Опять же Слухами Тогда Все Было Советская Власть Была Ну Да Советская Прошли Слухи Что Вот Неправильно Его Посадили Ничего Не Было Эти Пацаны Сознали Что Им Сказали Что Оклеветали Его Так Что То Что Говорят На Этого Я Видел Я Посмотрел Нормальный Человек Семья У него Дети Думаю Что Вполне Тоже Могли Зарядить Это Какие То Силы Не Знаю Темные Он Зря Вот С Этими Связался Со Спортсменами О И С Таркоманов Да Он Все Туда Пошел Миллионы Отпускали По пути Его Все Знали Он В интернете Как Блогер Был Его Все Знали Он Как Зенита Петербургского Был Духовник Духовник Петербургского Клуба Зенит Они Сейчас До сих пор Выступают Какие Все Мастера А люди Все Завистливые И вполне Могли Его Подставить И готово Дело Парня А он Молодой Такой Симпатичный Высокий Жена Красавица Детишки Че Ему Надо Шпингалетов Собирать Не знаю Какая-то Ерунда Ну Дело Боже Ну Понимаешь Я тут Когда Говорю Про Края Все Что Против Не Был Он Все Гасил И На него Никто Следователь Пошел Я поговорил Он Скажет Следователь У меня Заменяет Другого Прокурора Все Пошло Это Бог Делает Так Только Бог Это Нельзя Человеку Я не могу Арестовали Потащили Да Главное Как-то Он Еще В Израиль Попал Тут Столько Много Всяких Вопросов Что Зачем Уехал Туда Остался Но Были Деньги Значит Ну И Все За Этой Покрутился Помните Как Как Было С Суртаевым Отцом Владимиром За этот дом Вы к нему Туда Пришли Он Полностью Раскаялся Володька Иди Сюда А какой Там Отец Володька Иди Тут Тебя Зовут Прибежал Все Как Пописано Отдай Дом Отдай Дом А на матушке Записал Специально Знал Что Может Прийти Такое Время И Все Отдали Дом И Выпустили Выпустили Священника Так Вот Здесь Мы С ним Сидели Беседовали Не Просто Если Я думал Что он Будет У нас Священником У него Душа Прям Открылась Вот Он До Такой Степени Был Нам Родной Вот Мы Прям С ним Прям Обнимались И Плакали Прямо Друг Друга На груди Вот До Такой Степени У него Покаяние Было Я Я думаю Ну вот это Будет У нас Священник Такое Покаяние Принес Столько Опыта У него А голос У него Как он Начнет Я был У него На Это Он В Тогуле Служил Он Как В Тогуле Да и в Тогуле Тоже И в этом Ну рядом Короче Выйдет И Сестры Я же вам Говорил Что в будний День Покупаем По пять Свечек А в воскресный Десять Свечек Обязательно А то и больше Таким Зычным голосом Все Я думаю Ну какой Молодец Вот молодец Как Зыч Что-то Все Возвещает А потом Он говорит Да я же Был настоящий Показывал Фотографию Как на Красной Площади Он стоит В майке Борода Такая Детишки Все в шорте Как жена В майке Он говорит Вот посмотри Типичный Представитель Московской Патриархии Священник Я Здесь Даже Еще Не оглашенный Я Не достоин Даже У вас В оглашенных Стоять Вот здесь Такой Нахожусь Евреям 4.9 Посему Для народа Божия Еще Остается Субботство Не сказал Покой Но Субботство Потребившее Собственно Такое Название Которое И радовало Их Слушателей И было Вполне Понятным Для них Так Он Называет Царство Небесное Ибо Как Субботу Закон Повелевал Воздерживаться От всех Плотских Произвольных Дел И Священникам Совершать Одни Только Дела Служения Богу И дела Души Полезные Так И тогда Все будет Духовным И Божественным Ничего Плотского Ничего Тягостного Где нет Ни болезни Ни печали Ни Воздыхания Послушай Что и сам Он говорит Евреям 4.10 Ибо Кто Вошел В покой Его Тот И сам Успокоился От дел Своих Как и Бог От своих Солкования Изнесняет В каком Смысле Назвал Такой Покой Субботством Потому что Говорит И мы Почиваем От дел Своих Подобно Тому Как и Бог Почивший От дел Своих По устроении Мира Назвал День Этот Субботний Ибо Здесь И для Праведников Много Труда И борьбы И всяких Усилий Добродетели А там Нет Заботы И нравственной Добродетели Там Неизмеримое Наслаждение Богом Итак О чем Желали Они Слышать Именно Что Они Избавятся От Нынешних Трудов То есть Сказал Чтобы Порадовать Их Вопросы Евреям 4.11 Итак Постараемся Войти В покой Оны Чтобы Кто По тому же Примеру Не Впал В непокорность После После того Как показал Что Есть И третий Покой Наконец Побуждает Их Войти В него Прекрасно Сказал Постараемся Ибо Вера Сама По себе Недостаточно Для того Чтобы Вводить В него Если С нею Не Соединяется И добрая Жизнь Но По тому же Примеру Как Израиль Тянет Ибо Как Они Хотя Уже Прошли Большую Часть Пути И Претерпели Бедствие Однако За неверие Пали Так И мы Смотрите Как После Стольких Подвигов Которые Мы Выдержали Не Пасть Вам Не Сохранив Мужество До Конца Ибо Это Действительно Значит Пасть Вопрос Евреям 4 12 Ибо Слово Божие Живо И Действенно И Острее Всякого Меча Обою До Острого Оно Проникает До Разделения Души И Духа Со Вставов И Мозгов И Судит Помышления И Намерения Сердечные Толкование Как Тогда Говорит Не Война Не Меч Погубил Тех Но Слово Божие Ибо Они Не Падали Сами Собой Так же Будет И С Нами Ибо Они Падали Сами Собой Так же Будет И С Нами Ибо То же Самое Слово Как Их Наказало Так И Нас Накажет Оно Всегда Живет И Не Погибло И В другом Смысле Сказав Живо Чтобы Ты Услышал Слово Не Почел Его Изреченным Изречением Пустым Он Говорит Живо То Есть Существенно Действенно И На Какую Душу Непала Причиняет Удары Заметь Его Приспособления Так Он Напомнил О Мече Ударе Обычных И Известных Нам И Это Для Того Чтобы Из Этого Показать Нам Превосходство Силы Слово Божие Говорит Мне что Странное Или что Слово Божие Дух Отделяет От души И Оставляет Ее Лишенной Происходящей От него Святости Что Господь И назвал Евангелие Рассечением Матфея 24 51 Ибо Как Царь Сначальника Совершившего Преступления Прежде Снимает Пояс И Достоинство И Тогда Уже Наказывает Так И В этом Случай Человек Лишается Духовного Достоинства Потом Наказывается Или Что Он Проникает В Самые Бестелесные Существа Некоторые Приняли Это Слово По Моему Мнению Несообразно С Что Слово Божие Вошедшее В душу Разделяет И Расчленяет Ее На части Делая Способной К воспринятию И Содержанию Тайны Ибо Как Стрела Рассекая Тело Проникает Таким Образом Него Так И Слово Если Бы Не Разделило Соединенные Части Души То Не Могло Бы Войти В Чтобы Слыша О частях Души Они Не Сделались Беспечными Предположение Что Это Неизвестное Наказание Предлагает И От Телесных Членов Ибо Более Очевидно И Открытое Действует Сильнее Здесь Показывает Божество Слово Ибо Богу Свойственно Судить То Есть Испытывать И Ведать Помышление И Псалом 7 10 Ибо Ты Испытуешь Сердца И Утробы Божия Комментарий Игнать Тихонович Лапкина На слова Феофилакта Не меч Погубил Тех Но Слово Божие Неужели Никто Из Православных Пастыря Не читал Эти Благословенные Слова Феофилакта Почему Пастыри Выпустили Из рук Слова Божия Этот меч Обоюдой Острый Они Сделались Немощными Вызывыми И пленными И стали Искать Союза С теми Кто Находится Под анафемой Православного Патриарха И Слова Божия Они Стремятся Усилить Свои позиции Тем Что Желают Чтобы государство Поддерживало Только их А всех Остальных Неправославных И даже Православных Но не согласных Советской Патриархии Душило И громило И уничтожало Это случилось Только потому Что из церкви Устранили Слово Божие И люди Теперь Делаются Верующими По традиции По наследству По привычке Но Не имеют Духовного Рождения Не имеют Любви К Слову Божию И не умеют Пользоваться Этим Самым Сильным И самым Острым Мечом Тогда Бог Развеял Бы Всех Врагов Православия И историки Могли бы Сказать Не меч Погубил Тех Но Слово Божие Вот Как об этом Говорил Нил Синайский Цитирую Почему Христос Теперь Повелевает Взять Нож Тем Кто Уже Научился Подставлять Щеку Приближаясь К страданию И готовясь Взойти На крест Как по Злоумушлению Иудеев Так и По собственному Изволению Ради Спасительного Домостроительства Господь Говорит Это Ученикам Готовя Их К борьбе С противниками Истины Но Не к борьбе Предпринимаемой По маловажным Предлогам Где Расположением Борющихся Управляет Раздражение А к Состязанию В подвиге Который Внушен Богом По пламенной Ревности К Богопочитанию Ибо Господь Уже Видел Что Бесстыдные Псы Иудеи С неистовством Восстают Против Божественного Учения И Спешат Положить Конец Спасительной Проповеди А Потому Посылая Своих Учеников На Этот Подвиг Борьбы С Иудеями Повелевает Им Отложить Прежнюю Кротость И Вооружившись Сильным Словом Идти На Обличение Покушающихся Не Вложить Истину Хотя Христианину Прежде всего Необходимо Достойное Деяние Степенная Безмятежность Духа И Скромный Нрав Однако Во время Борьбы С Противниками Необходимо Ему И Оружие Слова Поэтому Говорит Господь В то время Когда Я посылал Вас Учителями К Израилю Вы Хорошо Делали Проявляя Мирное Состояние Духа И Таким Поведением Привлекая Непокорных Послушанию К Кротостью Ведя Их Покорностью Для Убеждения Действение Сильного Слова Правая Жизнь Но Поскольку В моем Вознесении Враги Истины Нападут На нее То Каждый Из Имеющих Попечение Нравственном Богоустройстве Да Отложит Старание О соблюдении Мира И Да Приготовится К Состязанию Ибо Нет Никакой Несообразности Для Важнейшего Оставить На время Менее Важное И Отложив Кротость Сделаться Воителем Почему Продавшие Ризу Непременно Покупает Нож И Первой Не Уничтожая И Приобретая Последний Да И Какой Покупает Он Нож Тот О Котором Говорит Христос Не Мир Пришел Я Принести Но Меч Матфея 10 34 Называя Мечом Слово Проповеди Ибо Как Нож Разделяет Сросшееся И Связанное Разделяет На части Так Слово Проповеди Возносимое В дом Во всяком Из них Отсекало Друг от друга Соединенных Ради Зла Неверием Отделяя Сына От отца Дочь От матери Невесту От свекрови Оно Рассекало Самую Природу И тем Показывало Цель Повеления Господня Для великой Пользы И во благо Людям Взять Нож Поэтому Петр Немедленно Отвечает Что у них Два ножа Которые Господь Сказал Что их Достаточно Для предстоящего Подвига Ножи же Эти Как говорит Апостол Есть Обличение Противников И Утешение Верующих Ибо В послании К титу Врачует Их Учителю Чтобы Он Был Силен Наставлять В здравом Учении И Противящихся Обличать Чем И разделяет Слово На два Вида Ибо Один Вид Слово Учения К верным И Другой Слово Истины К врагам И одно Дело Обличение Лжи А другое Подтверждение Истины А что Мечом Называет Слово Это Явно Для Всякого Так Как На памяти У каждого Часто Повторяемое Изречение Писания Ибо Слово Божие Божие Живо И Действенно И Острее Всякого Меча Обоюдо Острого Евреям 4.12 Подобный Нил Синайский Все Это было Евреям 4.12 Евреям 4.12 Закончили Ноги Подними Все Острое Весь Позволь Позволь Некуда Выходи Стой Вся Позволь Вся Выходи Подними Подними Здравствуйте Позволь Чего Позволь Все Отвешла Вроде Так Ставишь Ровно Стоять Так Здравствуйте Здравствуйте Звучит песня. Звучит песня. Мы молились сегодня о том, чтобы и животному, Господи, Ты дал здравие на пользу людям, когда будет оно. Все слышанное помоги нам исполнить, благословляя Твое святейшее имя. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушайте да слышит раб Твой. Аминь. Бога слава. Так, доставайте этого. Покрыть надо. Сниги закройте. Найдите, где эти тряпочки. Приготовьтесь.